Бавруйские депутаты обсудили вопросы, связанные с туристической сферой города. Разговор шел о развитии, трудностях и новинках. Особое внимание уделили ситуации в санатории имени Ленина. Традиционно он был любимым местом отдыха иностранных граждан. В нынешних условиях акцент переместился на оздоровление беларусов. Присяга в вооруженных силах пройдет присутствие родных и близких новобранцев, но с мерами предосторожности, масочный режим и социальное дистанцирование. Священный ритуал пройдет 12 декабря. Для тех, кто не сможет лично присутствовать над церемонией, Минобороны организуют онлайн-трансляцию. Ее проведут из самого массового места принятия присяги – 72-го объединенного учебного центра в Пичах. Благотворительный марафон «Согреем детские сердца» проходит в Могилевской области. Он станет одним из ключевых мероприятий республиканской акции «Наши дети». На протяжении двух месяцев в регионе будут проходить разнообразные тематические мероприятия. Начинается марафон с традиционной недели милосердия. Кипр откроет границу для белорусов 1 марта. Сейчас наша страна отнесена к так называемой «красной группе государств». Но уже в первый день весны наши граждане смогут въехать на территорию Кипра. Нужно будет предоставить сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия отрицательный ПЦР-тест и сдать еще одно исследование по возвращению. Находиться в самоизоляции не придется. Автопробег за Единую Беларусь пройдет в ближайшее воскресенье. Маршрут – Минск, дом-усадьба Держинова, центр экологического туризма Станькова, урочище Благовщина. Стартует колонна с парковки торгового центра на Кальварийской в 9 часов утра. В патриотической акции может принять участие любой желающий.